В этот зал видел и слышал шаляльные нежданки. Кроме этого, в этом зале, как известно, пел Сергей Есенин Моря. В этом смысле, конечно, еще в пользу музыкантов 2.1, тем не менее, в программе сегодняшнего концерта стихи, посвященные Рождеству, прежде всего, Иосифа Бородского. Как известно, он каждому Рождеству посвящал, ну, каждому не получилось, конечно, посвящал стихотворение, как на день рождения. В Рождество все немного волхвы, в продовольственных слякоть и давках, из-за банки кофейной халвы производят осаду прилавков, грудой свертков на мнюченный лют. Каждый сам себе цель и верблюд. Сумки, сетки, авоськи, кульки, шарки, галстуки, сбитые на бок, запах водки, хвои, трески, бандаринов, корицы и яблок, хаос лиц. И не видно тропы в Вифлее из-за снежной группы. И разносчики скромных даров в транспорт прыгают, ломятся двери, исчезают провалы дворов, даже зная, что пусто в пещере ни животных, ни язвей, ни той, над которую ним золотой пустота. Но при мысли о ней видишь вдруг, как бы свет ниоткуда. Знал бы мир, что чем он сильней, тем верней неизбежнее чудо. Постоянство такого родства основной механизм Рождества, то и празднуем нынче везде, что его приближение, сдвигая все столы, непотребность везде пусть еще, но уж воля благая в человеках и дна издали, и костры пастухи разожгли. Валит снег, не дымят, но трубят трубы крови, селится, как пятна, и рот пьет, бабы прячут ребят. Кто грядет, никому непонятно, мы не знаем примет, и сердца могут вдруг не признать пришлица. Но когда на дверном сквозняке из тумана густого ночного возникает фигура в плотке, то младенца и Духа Святого ощущаешь в себе без стыда. Смотришь в небо и видишь звезда. Это одно из самых известных, наверное, рождественных стихотворений Бродского 24 декабря 1971 года. Сейчас еще будет, наверное, самое известное, одно из самых известных стихотворений Бродского вообще. Она написана молодым человеком в 20-м угнеполвых лет, но тем не менее, это самое-самое. Рождественский романс Евгению Рейну с любовью Плывет в тоске необъяснимой Среди кирпичного надсада Ночной кораблик негасимый Из Александровского сада Ночной фонарик нелюдимый На розу желтую похожий Над головой своих любимых У многих прохожих. Плывет в тоске необъяснимой Пчеливый горь сам нам был пьяниц Ночной столицы В ночной столице фотоснимок Печально сделаны нас хранить И выезжают на ордынку Такси с больными святоками И мертвецы стоят в обнимку Со садниками Плывет в тоске необъяснимой Певец печальный по столице Стоит в лапке керосинной Печальный дворник круглолицей Спешит по улице невзрачным Любовник старый и красивый Полночный пояс новобрачный Плывет в тоске необъяснимой Плывет в Англии за Москворецкой Плывет в несчастье и случайный Глуждает выговор еврейский На желтой лестнице печальный И от любви до невеселья Под Новый год, под воскресенье Плывет красотка записная Своей тоски не объясняя Плывет в глазах холодный вечер Дрожат снежинки на вагоне Морозный ветер, бледный ветер Обтянет красные ладони И льется мед огней вечерних И пахнет слабо, как халвою Ночной пирог несет садник над головою Твой Новый год потел на синий В волне средь моря городского Плывет в тоске необъяснимой Как будто жизнь начнется снова Как будто будет свет и слава Удачный день и вдох и хлеба Как будто жизнь качнется вправо Как будто жизнь качнувши себе Морозный ветер Как будто жизнь качнувши себе Морозный ветер Стараясь дойти до конца Чтобы даже в пустыне находят жильца А если ты дом покидаешь Включи звезду на прощание В четыре свечи Без мир, без вещей Освещает она Во след на тебе глядя Во все времена И Лев Носиф Друг и биографа Бронского После его кончины уже Написал цикл стихов В котором есть одно маленькое Совсем стихотворение Которое датировано точь в точь Как это и сделал Лев Носифонский 25 декабря 1997 года Это стихотворение заполняло Старково Лев Носиф В сенях помойная застыла лужица В слюду стучится снегопад Корова телится Ребенок селится Портянки сушатся Щитки пят Вот этой жизнью Вот этим способом Существования белковых тел Живем И радуемся Что Господом Испослан нам Живой удел Над миром Чёрное торчит Поветре Гуляет белая Калиматья В снежинках Дивная семенная Небытия И бытия Лев Руслан Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Продолжение следует...